Работодатели должны будут обеспечивать оборудованием сотрудников, работающих дистанционно, и оплачивать их переработки по двойному тарифу. Такие нормы закрепляет законопроект, принятый во втором чтении Государственной Думы России 25 ноября, сообщает парламентская газета. Согласно документу, работодатель сможет переводить сотрудников на временную удаленную работу только с их согласия. Исключением являются чрезвычайные ситуации, когда нахождение на рабочем месте угрожает жизни и здоровью. При этом перевод на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а трудовые часы сверх нормы должны будут оплачиваться дополнительно. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект об удаленной работе призван защитить трудовые права граждан. Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к масштабному распространению дистанционной работы. Одновременно эта ситуация выявила законодательные пробелы, в том числе в части форм занятости, определения рабочего времени и времени отдыха, пояснил спикер. Законопроект также закрепляет три вида дистанционного труда. Это постоянная дистанционка при заключении соответствующего трудового договора, временная, когда работа на дому связана с какими-либо обстоятельствами, а также смешанный график, когда часть времени сотрудник проводит в офисе, а часть трудится на дому.